Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1104. Событие дня. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, 10 глава 4 стиха. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. За 24 декабря 2018 года наше объявление легко считается, затормозить можете. Дальше ролик, посмотрите, как Анастасия выпросила у Бога 10 лет жизни, и они уже прошли. 2017 год. Год прошел 18, ее уже нету, она умерла. Дальше отпевание ее, отпевание, поминки об Анастасии Дроботове. Осталось четверо детей. И решили сделать им небольшой фонд, помочь. Уже покупаем, все публикуем. Вот смотрите, вот ответ. Избрала, община, человека. И все тратится, все открыто. Этого ни Осипов, ни Ткачок никто не покажет. А почему? Да нет этого. Если Осипов, он каждый день должен показать, как бреется, галстук повязывает. Наталья пишет ночью сегодня. Мир вашему дому. Дорогой наш духовный отец Игнатий Тихонович, благодарю вас за участие и заботу о нас. Очень рады читать ваши стихи, проповеди, не говоря о роликах. Не перестаем благодарить Господа, а знакомство с вами. Словами не передать нашу радость и благодарность, что через вас открылось спасение, Слово Божие, Святая Библия. Открылась любовь к Иисусу Христу. Я с ними не встречался. Но они выписали книги, все, и сестры там стоят, красавицы. Жили как во тьме. В духовном плане стало труднее. Тяжело смотреть на наших батюшек. Где-то порадуешься, а где-то плохо становится. Например, в эту воскресную проповедь наш батюшка заявил. Ну, если верующие, то помолитесь и за батюшку. Если не верующие, то они удивятся. Неужели такое может быть? Заявил, что Евангелие можете не читать. А вот утреннее и вечернее правило умрите, но просчитайте. Вот это да! Нет слов. Смотрим на ваши общины и радуемся. Вы свет миру. Храни вас всех, Господь. Низкий всем поклон. Любим. Крепко обнимаем. Спаси Христос. Сестры во Христе Надежда и Наталья. Вот Божий это дал. Таких людей нашли. И просто удивительно. Я пишу. Да благословит вас Господь Бог и укрепит в радостном шествии за Ним по следам Его. Ну вот Игла. Вот начинает тогда обсуждать Игла, Игла. Ну Иг, а Ла с большой буквы. Иг, Игнать, Ила, Лапкин. Что тут непонятно. А как это так придумали? Да я не придумывал. Само получилось. Осенью подписывать надо мешки. Раньше я просил одного человека. У него большая машина, долгуша, 6 метров кузов. Я в деревне собирал все, кому надо в город и увозил бесплатно. Но мешки, картошка-то разная. Их надо подписать. Но у меня была краска такая из типографии. Я их подписал по сей день еще, а уже лет 15 назад. И не будешь писать Игнать и Лапкин. И Ла, батюшка Яаким. Ну и я написал тогда Иг, Ла с большой буквы. Но потом уже стало открываться мне другое. Что это не просто так, Игла. А это уже, ну, от чего-то есть. Я вот сейчас, что означает, я покажу. Игла это аббревиатура из моих кровных именей и фамилий. Игнать и Лапкин. Возьмите по две буквы. И будет Иг, Ла. Это не Игла, ибо буква Л большая. Для кратости так и пишу. Тут нет ворованного ничего. Игнать и Лапкин. Игла. Имеет для меня и более глубокий смысл. И он вот в чем состоит. То есть я бы когда писал там, накопали мы 1200 ведер картошки. Девчонки были, чтобы никогда не продавали. А тут пришлось сдать тут в городе их. Хоть что-то себе купят. Платьишко какой, платок. В полной Библии 77 книг. С неканоническими книгами. И в этой полной Библии, это мои подсчеты были, 669 284 слова. Вот себе запомните, кто не знает. Я много времени потратил, пока выявил статистику на каждую книгу. Сколько слов, букв, знаков. И вот слово игла, просто игла, встречается всего один только раз. Вот интересно, когда я не занимался этим, я и сам не знал. Тут все пришлось. Экклесиаста 12.11. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди. И составители их от единого пастыря. То есть разные люди писали, апостолы, все едино. Все писание Бога духовное от единого пастыря. А слова мудрых не закончились на апостолах-пророках. Далее златоусты будут, Василий Великий и другие. И слово лапка встречается во всей Библии только один раз. Я тоже это не знал. Ну, то есть знал, что есть, но что один раз. Оказывается, да. Притча 30.28 стих. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. И тут я засыпился за эти слова. Это потом уже, которые мне даны от рождения. Имя Игнатий в переводе с греческого означает неизвестный. А в переводе с латинского, это очень редкое имя, которое с двух языков. Огненный. Неизвестный. Огненный. Понятно? И я это понял. Дал мне Господь огонь, разлитый в костях моих. А неизвестный, неизвестный. Православные считают сектантом, там баптистом. Баптисты считают там еще как-то. А почему? Они свои веры-то не знают. Писание не знают. Имя получил сие во святом крещении, а фамилию наследственно от отца. И кроме того, я глубоко верующий и во многом не согласен с официальным курсом сегодняшней церкви, хотя и нахожусь в ней. И слова мои многим не нравятся. Они колют их. Я простой сторож и печник. Охраняю и обогреваю многих. Не начальник, но благодаря евангельской проповеди достиг самых отдаленных уголков с земли и в разных странах. А как вы могли достигнуть книги? Вот книги. Вот я воскресенье, я говорю, прочитал. Сейчас я могу даже прочитать. Растоплял печку. И старые книги там ненужные бывают. И вдруг, я всегда стараюсь посмотреть, что там на этих листьях-то. И увидел что-то написанное. Даже сейчас книгу не могу назвать. Когда это этика какая-то, древности. 120-я страница. И тут есть перевод Анны Ахматовой. Поэзия и проза Древнего Востока. Москва, 1973 год. Страница 102-103. В этой книге. И там вот такое я прочитал. Я тут не знаю, показать это видно будет или не видно это. Нет, наверное, не видать ничего. Это попутно прочитаю. Они не строили себе пирамид из меди и надгробий из бронзы. Не оставили после себя наследников. Детей, сохранивших их имена. Но они оставили свое наследие в письменах. В поучениях, созданных ими. Их пирамиды, книги поучений. Их дети, тростниковое перо. Их супруга, поверхность камня. И далее. Построены были двери и дома, но они разрушились. Жрецы за упокойных служб исчезли. Их памятники покрылись грязью. Гробницы их забыты. Но имена их произносят, считая эти книги. Память о том, кто написал их, вечно. Стань писцом. Заключи это в своем сердце. Чтобы имя твое стало таким же. Книга лучше расписных с расписного надгробия и прочной стены. Написанное в книге возводит дома и пирамиды в сердцах тех, кто повторяет имена писцов. Чтобы на устах была истина. Вот меня это тронуло. И в воскресенье, если Господь даст дожить до него, Богу угодно будет, живы будем. И на собрании это просчитать. Древнего Востока. Где-то на камне писали еще. Клинописью. И дальше я пишу наш сайт. Когда я писал. Во свете Библии. Живой журнал. В нашем сайте, который я считаю одним из самых богатых и тяжеловесных в мире, я отвечаю на 4124 вопроса во свете Библии. Тем более, тысячи моих проповедей произнесены в храмах во время богослужения. 3137 моих стихотворений на духовную тему. Ну, а теперь, когда уже прошло время, 3467. 50 начитанных мною книг аудио. 38 изданных мною книг за 8 лет. И еще 3 книги уже в интернетной версии. То есть 7 книг теперь вместо 3. По 800 страниц даже. А другие 752. Вот тебе и лапки паука, и мысли, сшивающие разрозненное. Я зову ко Христу, согласно Библии всех. И это на нашем сайте, которому и в этом многие еще не верят. Нет равных сегодня во всем мире. Столько там есть того, чего нигде нет. И вряд ли будет скоро. Здесь в моем мире наших 7 тысяч фото. А теперь 22 тысячи. 435. Даже можно посмотреть. Наш видеоканал показывает. 1200 роликов. Не 1200, а 13 тысяч 400. Вот сколько за это время. Жить нужно интересно, в бедности и с азартом. Не христианская трактовка, а просто понятная. Ну, чтобы это понятно было, я это могу закрыть. А показать, вот что. Теперь разница в числах какая. Вот здесь я покажу. В моем мире я там говорил столько. А здесь видео 9555. Музыка 164. Фотографии 22413. Ну, это большая разница. И тут же у нас большой форум. Форум. Вот сегодня литургия. Новая поставила администрация ролик. Нас около 12 человек работает в разных вариациях. На нашем... Вот здесь. На наших ресурсах. Записали литургию. Отец Андрей Ткачев. Что отличительного в этом видео? Пояснение во время литургии на русском языке. Отец Андрей Ткачев. Время от времени выходит и по-русски рассказывает, что сейчас служится и что это значит. Ну, что тут непонятно-то. И вот уже выставили. И что? Тут, видимо, даже ролик стоит. Сейчас посмотрим. Идет царствие Твое, да будет воле Твое, как на небеси и на земле. Ну, как? Он же накупит Своя. Дальше. Идетца своих подопечных. Когда мы приносим Богу слезы, или добрые дела, или покаяние, или любовь в своем быту и в общежитии, ангельские силы печалуются и плачут невидимыми слезами о погибании хотя бы одного человека и радуются о спасении одного человека. Ну, длинный тут ролик. А сейчас 33 минуты. Это администрация. Я потом, будет возможность, могу посмотреть. Это я все прямо в горячах беру. Сразу. Вот. И теперь что? Ну, это вот наш православный форум. А теперь наш вот видеоканал. Сколько? 28 787 подписчиков. Это немного. Вот. Просмотров 28 456 913. Ну, я показал 13 450 уже наших видеороликов. То есть, на месте не стояло. И очень большой православный библейский сайт. Я возвращаюсь на прежнее. Так. Я им пишу, этим сестрам. Да благословит вас Господь Бог и укрепит в радостном шествии за ним по следам его. И вдруг на меня выходит какая-то еврейка. Я ее покажу сегодня. Вчера, первый раз. Здравствуйте. Это правда вы? Если это вы, то спасибо вам за все. Она из Иерусалима. Увидела ваш канал на Ютубе, где вы заступали за евреев. Вот уж не думала, что среди верующих, православных, христиан в России такие есть. Спасибо вам большое за это. Дай Бог... Гэ, это Бог, они так пишут. Дай Бог вам здоровья и просветания ваше общение. Еврейка. Первый раз. Я пишу ей. Итак. Какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Это Крепаил говорит. Кремлинам 11 глава. Великое преимущество во всех отношениях. А наипаще в том, что им вверено Слово Божие. И бытие я и написал это. Ну, может, я и... Потому что она не написала о своей вере. Как она верит? Что? Я сразу воспользуюсь моментом и ввожу туда свои войска. Бытие 12.3. И благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя проклину. И благословятся в тебе все племена земные. Вот я знаю, которые на меня нападают где-то. Кто бы они ни были, они этого не знают. То есть они знают, но топчут все это. И они неблагословленные. Меня все признают, бообильное благословение Бог дает. И дает жизнь, жизнь с избытком. Я пишу. Мне много, что пришлось испытать в жизни в разных сферах. В тюрьмах, за Слово Божие. В миссионерских поездках по Европе до Лиссабона, Скандинавии, Прибалтики, в Америке. И мне ни разу в жизни, а мне 10 июня 2019-го, будет уже 80 лет, не встретились плохие евреи. Они не только были дружественны мне, но старались помочь. Даже вот в издании моих книг помогали банкиры. Сами, не просил при том, евреи. А операцию делал мне доктор медицинских наук профессор Шойхет Яков Нахманович. Чудесный человек в самом положительном смысле. Он зам губернатора в какой-то там отрасли, в Алтайском крае. И мы в нашей общине ежедневно молимся так. Дай Боже мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И во всех своих проповедях и поучениях говорю, чтобы люди были благословены Богом Авраама, Исаака, Якова и Еговой. А для этого нужно два основных условия, по крайней мере. Никогда не проклинать, не злословить избранный Богом народ Авраама, и чтобы все платили десятину. Малахия, вторая глава. Ой, как православные вообще это не знают. А чья-то наработка? Бей жидов, спасай Россию. Это все русское же, не где-то. Малахия, дальше третья глава, я беру десятый стих. Подтверждаю ей. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословений до избытка? Жизнь с избытком, благословения. Сара пишет, все верно. Я всегда антисемитам говорю, чтобы они приехали в Израиль и познакомились с евреями. И дальше пишет, мне понравились ваши видео на ютубе, как вы решаете трудности в вашей общине. Вы очень мудры. И можете подойти к тяжелой работе физической, с философской стороны. И к ходу мысли объяснить, как реально можно быстро и качественно работать тяжелым трудом, затрачивая при этом минимум усилий. Я ей пишу. Мы познакомились близко с одним евреем. Он приехал с друзьями и был у меня дома. Уже часа через два он стал православным христианином. Признал Иисуса Христа своим спасителем. Принял истинное крещение в Переделкино с троекратным полным погружением. Теперь он священник в Тбилиси, в Грузии, в Борщикове, в Новом Израилевиче. Родители у него в Израиле. Сара. Ну, я как-то не особо религиозный. У нас есть светские, есть религиозные. Иудаизм очень строгая религия. Гораздо строже, чем ислам. Там строгость во всем. В еде, в одежде и многое, что еще. Я верю в Бога средне. Она средне верит. Тогда я ей сразу посылаю. Вот вам полностью из послания Римлянам 11 глава. И всю скопировал и послал. Прочтите. Вот вчера зашла она. И сегодня мы уже, ну, вот так вот с ней разговариваем. Где она? Показать могу. Вот, смотрите. Вот наша переписка. Вот она. Ну, и тут, видимо, мелко, вообще не видно. Я не боюсь ее показать. Потому что враги сразу бросятся. Ну, и полную показываю какие. Это дело Божие. Да благословит эту Сару Господь. Все. Особенно говорят, да они евреи весь мир обобрали. Так написано. Цари принесут им дань. Черт. Если ты верующий, ты не имеешь права возмущаться. Да вот вы, русские, там, христианцы. Ну, всяко поносят. Особенно эти новоязычники. Сатанисты разные. Я благословляю и молюсь за этот народ. Ежедневно. Притом на первом месте Израиля, а потом Россия. И поэтому такое у меня преизобильное благословение. Роман. Мы же православные, поэтому мы должны рассматривать все слова святых. Это в чате в нашем, как в Содружестве. Игнатий Тихонович говорит тут же, что когда узнал ты о том, что умер за тебя Господь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Это мусульман взял, чтобы слава, там, говорят Аллаху, а тут так. Говори об этом. Узнал, а говори. То есть сейчас уже говори об этом. А не тогда, когда появится знание еще о том, что кто-то не войдет в рай. А когда узнал еще об этом, то говори уже и об этом тоже. Не дожидаясь, когда у тебя появится знание о еще. Иначе лукавый наш ум и наш олень постоянно будут нам помогать находить оправдание нашему бездействию в благовестии. Якобы нам надо знать еще то-то и то-то, чтобы благовествовать. Валентина Сартисон из Германии пишет. Мир вам! Очень рада тому, что ЕНАФА присоединилась к нашему чату. А то она первая, будучи в девятилетнем возрасте, объяснила мне шестидесятилетней бабушке, что такое православие. Сказала, что православие – это когда все по слову Божию. Она приезжала со своими родственниками в лагерь Блэзгермании, Зоннеберг, город. Вот так коротко и ясно. Помню, я до сих пор пользуюсь этим определением. Православие – это когда все по слову Божию. А где не по слову? Ну, не православные, натащили мусор. Я помню, ЕНАФА, когда вы с Фросией водили моих внучек по возрасту старших вас за руку в Потеряевке и наущали их перед крещением. Поклон вам всем, детки-дробот! Да благословит вас Господь и сохранит вас! Примного благодарна Богу за время, проведенное мною в Потеряевке в лагере. Там я узнала много больше, чем за предыдущие 60 лет моей жизни. Владимир пишет один. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Игнатий Тихонович, мир вам! У меня есть к вам большая просьба сделать ролик о том, как нельзя вести себя в храме. Я хожу на литургию в воскресенье и хочу, чтобы братья и сестры, которые посмотрят ролик, а я его распространять буду, чтобы каждый извлек полезность для себя. Перечисляю, что есть. Приходят, когда служба началась, и начинают ходить по храму, отвлекать, здороваться. Это есть такое. Кому мы служим в храме? Осипов. Мы служим демоном, бесом. Когда мешаем... Это уже есть ролики, я не буду повторять. Ролики Осипа, Алексей Ильич об этом говорит. Батюшка читает молитвы, идет служба Бога, а у этого человека своя служба. Я мысленно вернулся четыре тысячи лет назад. Ну, не четыре определить, а три. И представил храм, люди стоят, четыре тысячи лет назад не было, молятся. И опоздавший заходит, и начинает ходить туда, сюда. И представил, что с ним будет-то. Второе. Где должны в храме стоять женщины, а где мужчины? Женщины слева, мужчины справа. Третье. Насчет мобильных телефонов сказать. Ну, что там... Ну, это пища... А не на дверях даже вывешивать, чтобы выключали. Четвертое. Идет проповедь, а в храме разговаривают. Ну, не разговаривать. Я не могу об этом сейчас писать, ролики составлять. Уже много об этом сказано. Делайте, как у нас. У нас за семь минут обязаны все войти. И в полной тишине, даже не кланяться. Полная тишина. Семь минут молитвы в абсолютной тишине. Поблагодарить Бога, что прошедшая неделя в жизни была. И чтобы священника было огненное, безошибочное служение. У нас схождение абсолютно запрещено. Даже переступать нельзя. Шепотом не разговаривают. Вот у нас общине 27 лет. И ни одной свечки не продавалось. А свечи горят. Самостоятельно делаем. Священник ставит. Или... Там, которая рукоположена на это. Щецы. Вот так. С тарелкой не ходят у нас. Ни разу не ходили. Не будут ходить. Святая десятина. Об этом, Игнатий Тихонович, пожалуйста, с примерами из Библии. Скрупулезно отнестись к этой теме. Смотрите наши ролики. Повторяю. 13 400 роликов. Там все есть. Об этом, Игнатий Тихонович, пожалуйста, с примерами из Библии. Родители приносят детей на причастие. В конце службы. А сами не участвуют в литургии с 8. И приходят в 10 часов. Уже, когда ученаж пропоют. Получается, ребенок спасайся. А дальше у меня даже язык не поворачивается сказать, что будет-то. Здесь тоже можно привести пример из Библии. Шестое. В конце службы, когда почитаем иконы. Кто первое почитает? То есть прислоняется, целует. Мужчина или женщина? Конечно, мужчины. У нас так и делается. Но перед мужчинами впереди идут несовершеннолетние дети и девочки. Шестое. В конце службы, когда почитаем иконы. Кто первое почитает? Мужчина или женщина? Вот ответ. Седьмое. Во время службы кто может сидеть? Привести примеры бабушки Серафимы. Кто может сидеть? Ну, где-то там в конце уже уставший кто-то. И Серафимы не видели, что она сидит. Дальше. Объяснить людям, куда они и к кому пришли, зачем. Пришли в храм Божий и молиться Богу. Повторяю. Все запятаны, все пали и в лицемерии. Все боятся, все предали, все повязаны, все лгут. Ой-ой-ой. Ну, я не думаю, что мы одни. Думаю, где-то еще есть. Дмитрий. Дмитрий, а это Слава пишет. Думаю, на Руси так раньше и воспитывались. Это в лагере, пролагерь. Ведь не было мата на Руси, матушки. Не было до революции. Смотрели с позором и презрением матершинников. Это сейчас нам кажется необычным, когда так детей жулят за сквернословие. Раньше это было в порядке вещей. Если так дальше будет, Русь разлагается морально. Хорошего не ждите. Зато бесы, бесы-то так, как жиды с масонами радуются. В этом я уверен. Их политика разложить, споить, развратить Русь. Пойдем ли мы у них на поводу, а ли вспомним предков наказы. Ну, предков-то не во всем правильно делали, а по списанию, по слову Божию. Мы на это положили огромные силы, непрестанный труд. Все одеты одинаково, по форме. Даже сделайте так, чтобы люди приходили все в платках, чтобы волосинки не было видно. И даже маленькие девочки. Они как у старообрядцев, полголовы открыты. Ну, попробуйте это. Вот у нас прямо написано, что край подола не должен быть выше 10 сантиметров от пола. Сделайте, чтобы все так приходили. Они будут приходить. Не говоря уж там, что в брюках разрезано, это даже во сне у нас нету. Вот так. Сегодня я попросил написать Надежду Васильевну вот такое, ну, на бумаге, как сказать, во звание или как. Исайя, 30 глава, 7 стих. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна. Потому я сказал им, сила их сидеть спокойно. И на этом сегодня все. Продолжение следует...